В деревне Баевка – лучшее сельское подворье среди молодых семей Кречевского района. Ольга и Александр Нестеровы занимаются собственным хозяйством. Лыска младшая, лыска старшая. Это Зорька, там Мальвина и Марсела. Всего семь коров, десяток свиней, кур и уток спал сотни. Супок помогает мне утром, устаем 7.30 утра. Вместе с ним поем, корову кормим. А я даю сама одна. И так каждый день? Да, каждый день. Без отпуска и выходных? Да, да. С утра до вечера. Большое хозяйство дает хорошую продукцию. В этом году Нестеровы продали 20 тонн молока и почти 400 килограмм мяса. Это каждые 10 дней – это моя зарплата. А в колхозе это нужно работать месяц. Держать хозяйство и зарабатывать деньги помогает свой парк техники. Хозяин показывает сыну, как ездить на тракторе. Мужчина цель семейного хозяйства знает четко. Ну, хочется, чтобы дети были сыты, сам был сытодетый, ну и так далее. Своё хозяйство – это надежный заработок крестьянина во все времена. Местные власти поддерживают работящие семьи таких, как Нестеровы. Просто целеустремленные люди на будущее, значит, работают, получают за это деньги и расширяются. Сами, видите, дом построили, баньку, сарай. Всё это ход способом, за свою копейку. Значит, есть смысл заниматься? Значит, есть. Мама Ольги, Валентина Гришина, кстати, депутат сельского совета, сама держит хозяйство и рассказывает внучке, как её мама училась работать. И она с детства, с шести лет, убегала на ферму, подменяла отпуска до ярком. Так что не словить было дома. Всё, вся в работе. И сейчас она только хозяйство, чтобы было, чтобы приляджено было, чтобы достаток в доме был, чистота, ну, вы сами видите. Дети Анастасия и Эдуард хорошо учатся и стараются помогать родителям. Правда, демочка мечтает стать милиционером, и со всех домашних питомцев ей больше всего нравится ручной кот Маркиз. Эдуард вместе с мамой строит тяжёлую технику. Пока из Лего. Кем ты хочешь стать? Комбайнёром. Почему? Потому что я люблю кататься и езжать. Ну, там, а можно видеть, сколько тон, комбайн нажал. Там, а жатко крутится, интересно. И едет. Местные власти рассчитывают, что примеру Нестеровых последуют и другие молодые семьи. Говорят, что на земле не разбогатеешь, но всё-таки же это факт. Разбогатели? Разбогатели. Чуть-чуть, но разбогатели. И я думаю, что дальше будут так же вестения, это подворье расширяться будут. И больше денег, как говорится. Чем богатше люди, тем крепче государство. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!